Доброго времени суток, кому не всё равно! 148 выпуск посвящу полностью канадскому восстанию. Сегодня я снял 193 выпуск без цензуры. Там поговорил о главной проблеме при детской долбёжке. В чём она заключается, показал покалеченных там молодых людей. Интересный выпуск, не формат ютуба, посмотрите на бастионе. Зарегистрируйтесь там без оставления личных данных. И разошлите друзьям, близким тоже интересную информацию. Я для вас стараюсь, что-то каждый день новое нахожу. Утвердили предупреждение на 5.0, так что всё, мы теперь на 7.0, на 10.0. На всё подпишитесь, потому что отсюда тоже могу пропасть в любой момент. Сегодня про Канаду. Канадское именно белое восстание. Когда белое восстание, конечно, сразу возникают теории заговора, что всё это спланировано, что три шестёрки поехали лишать бедненьких канадцев жрачки, которые они там запасаются во время очередных локдаунов. Короче, один из мне скинули скрин по статам, слабомыслящего одного астролога. Ну, вообще-то целая отрасль такая для альтернативно одарённых, конечно, в моём понимании. Запомните, говорит, тех людей, кто топили за канадский конвой. Это проплаченные пропагандисты. Ну, конечно, когда все с вами мира в основном молчат, то проплаченные пропагандисты, конечно, мужественно начинают рассказывать про канадское восстание. Сначала, говорит, про него писали граждане. Хотелось им верить в силу добра и света. А потом подключились откровенные профессионалки. Нацепили себе рамочки. Всё стало с этим ясно конвоем и его пиар-поддержкой. Тем наивным, кто хотят верить в свободу, победу сил, добра и света, нужно ответить на вопрос, «Каким образом конвой решает задачу чистой пищи, человечной медицины, развивающей школы, безопасной городской среды и так далее». Ну, короче, типичная контрпропаганда пошла. То есть, эти заряженные астрологи, они будут вам искать три шестёрки в этих логотипах. Да и вообще, какое дело имеют простые работяги к логотипам придумываемым. Это уже другой вопрос. С канадским восстанием всё очень интересно и сложно. Многие парламентарии на разных уровнях поддерживают конвой. И вот двоих людей таких покажу. Одного там шквал критики. Член ЗАГС собрания «Онтарио» Рэнди Хиллер заявил, что сегодня, говорит, я в Оттаве, заявил, что потерял доверие к федеральному правительству, но обрёл уверенность в другом. Наших длиннакбойщиках и бесчисленных свободолюбивых канадцах, которые выступили в их поддержку. Теперь настала очередь парламента сделать то же самое. Я, говорит, призвал оппозиционные партии, а их там много, кстати, в парламенте начать голосование о недоверии правительству либералов и Джастину Трюдо. Ну, такие вот либералы, которые обязаловки вводят. Пришло время. Кстати, сам Трюдо в молодости заявлял о праве каждого канадца на неприкосновенность телесную. Но потом его перепрошили. Это теперь мумия, исполняющая приказы своих хозяев. Всегда у таких людей есть хозяева. Несмотря на то, что они при должностях. Ну, вся их работа – это принимать участие в съемках. А текст им уже заранее написан. Свободы воли у таких существ уже нету. Душа их продана. И не только этот член ЗАГС Собрания Онтарио. Вот пример канадской провинции. Ну, извиняюсь, если я ударение неправильно поставлю. Соскочеван поддержал дальнобойщиков и обещал отменить мандат в своей провинции. Незадолго до этого он поддержал и толкнул речь. Причем речь была очень интересная. Ну, специально для Ютуба скажу. Это политическое заявление просто, которое мы не комментируем. Короче, он сказал, что те, кто прошел долбежку, они вообще говоря тоже болеют. Даже, говорит, ягод за долбежку, но типа механизм передачи вот этой вот хвори не снижает она. На него сразу посыпалась куча визга этого либерального. Что он там не прав, что он обманывает людей. Ну, в общем, борьба у них там ни в одну кассу. То есть, этих людей на парламентском уровне тоже поддерживают. Ну, что самое главное в канадском восстании? Во-первых, в том, что в нем нет практически темноцветных, так сказать. Вообще, Канада там полно франкоязычных чернокожих людей. Им бы тоже как взять пример своих братьев в Африке и выступить решительно против, но нет. В основном это действительно восстание белых мужчин. Соответственно, самое главное для контрпропаганды, для канадского вот этого руководства, им надо дискредитировать этих людей. И сразу обвинение в расизме. Там была провокация, они там какой-то... Кто-то пришел из спецуры, воткнул нацистский флаг. Там якобы осквернили какую-то могилу. В общем, я вот про это сейчас один пост покажу человека, живущего в Канаде, и мы его поанализируем. Ну, человек-блогером является. Марина Вилков, вот что она пишет. Это, говорит, совсем другое. Пост в Фейсбуке. Когда, говорит, у нас забирают права по кусочкам, это не очень заметно. Кажется, что еще немного, и все будет как раньше. Надо только немножко потерпеть. В какой-то момент точка невозврата может быть пройдена, и будет слишком поздно. Жаль, что история не учит. И мы начинаем видеть параллели, только когда можно сравнить что-то материальное, например, количество жертв. Пока этого не произошло, может существовать табу на сравнение. С тракерами, говорит, все пока без изменений. Они, говорит, дали, говорит, вчера пресс-конференцию, а сегодня выступил вывезенный в безопасное место премьер. Все как обычно, расисты, экстремисты, они надругались над памятником Терри Фоксу. Они какие-то там не настоящие канадцы, не то чтобы правильные канадцы. И уколы всех спасут. Вчера, говорит, заглянула в локальную группу. У нас, говорит, тут ситуация с тракерами. Ребята, говорит, заранее положили бумаги для города в том, что будет протест. Резервировали перевозные туалеты. А город, что-то, то ли бумаги не рассмотрел, то ли не рассчитал. Ну, в общем, туалетов в локациях в некоторых не было. Причем там, где стоят тракеры, все очень изолировано. Так как дороги перекрыты полицией, а не тракерами. И народ, доставляющий еду, тащит все на себе от дальних парковок. Так как во многих местах не было туалетов, то говорят, что люди реально дежурили на машинах и отвозили тех, кому надо. Такая вот самоорганизация. Ну, я, говорит, закинул удочку в местной группе в духе. Ребята, говорит, надо, говорит, надавить на город, что будет проблема, если туалетов нету. Ну, для людей. И за 6 часов, говорит, 300 комментариев, говорит, я, говорит, такого количества ненависти, говорит, давно не видела. Ну, во-первых, часть этой ненависти, это проплаченные тролли. Ну, и тем не менее, там, это рядовых канадцев до хрена было. Короче, те, кто в конвои, это точно расисты. Они точно махали нацистскими флагами. И те, кто им сочувствуют, типа в шапочках из фольги. И поэтому надо оставить тех, кто без туалетов, испражняться на улицах, как животных. А потом всех посадить за осквернение города. И вообще, говорит, пусть заказывают туалеты на свои собранные 8 миллионов долларов. И убираются, говорит, потому что, говорит, городу это дорого. Кстати, говорит, прикол, говорит, тракером за 3 недели собрали 8 миллионов, а либерали делали поддержку перед выборами. Так за 3 месяца набрали 3,5. Ну, говорит, такое, говорит, манджорите после этого. Ну, типа, какое это большинство. Что тракеры, говорит, ограничивают их свободу на продвижение по городу. Ничего, что полиция, говорит, улицы перекрыла. Что их родственники в городе боятся выходить на улицу второй день. И что шумом мешает спать. Аргумент, говорит, что свобода некоторой групп ограничена уже давно, включая право на образование, передвижение. Кто-то как-то не был услышан. А некоторых не во все магазины пускают. Также местная группа пребывает в полной уверенности, что белые расисты приехали на пару дней бороться против жирного мандата. И что странно, что они там еще и не уехали. Также шли перепосты флага со свастикой, говорит, и снега около этого памятника, на который кто-то написал, что это точно тракеры, а не нищие и не собачка. И они, правда, в город не ездили, но точно знают. Это примерно все, что вам нужно знать о местном, говорит, населении. Впрочем, как и везде, говорит, большой процент вообще не врубается, что происходит. И лишь читают новости и им верят. Был, говорит, небольшой процент поддержки. Кто пытался объяснить и растолковать, говорит, что папине к Терри Фоксу повесили канадский флаг. И вряд ли это большое осквернение. Чем во время парада, говорит, ЛГБТ-Кю и радужного флага на памятнике. Что тракеры, говорит, зарезервированы туалеты, но город не справился. Что протест мирный и не было никакого насилия. Что людей с флагами со свастикой ищут. И что это было несколько человек с перечернутой свастикой. И это совсем другое. Также, говорит, приводили цитаты из Пемьера, который спрашивал, будем ли мы терпеть этих людей. Причем говорил он это не о тракерах, а о тех, кто выбрал право отказа от медмешательств. Но население уверено, что это он говорил про российские нежежизированные группировки. Про расизм вообще непонятно, так как мне сказали, что один из организаторов мужчина, говорит, вообще еврей, другая женщина метиска. Ну, то есть не совсем одни белые. Друзья упоминали, что идут какие-то вбросы про евреев. И пока непонятно, кто за этим стоит и почему лидеры движения молчат. Я, говорит, не слышал, говорит, почему так, что пока наблюдаем. Не удивлюсь, если, говорит, национальный вопрос будет поднят, так как лучший способ разобщить, что столкнуть людей лбами и на имеющейся арсенале вопрос религии, национальности, ориентации, отношению к абортам. Это что вброс, говорит, про то, что скорая не смогла проехать, был опровергнут и не подтвердился. Ну, там сразу вбросы начали кидать, что тракеры убивают людей. Друзья, что заявление на члешке о том, что у нее украли еду, требует проверки, потому что на улицах рядом с ней стоят траки и раздают бесплатную еду всем желающим. Тракеры, кстати, говорят, что их очень сильно поддерживает выходцы из бывших коммунистических стран, так как у них, говорит, нюх на то, что происходит. У нас, говорит, в русскоговорящей группе большое движение, девочки постоянно готовят, собирают деньги, отвозят, планируют скинуться на генератор и отвезти. Ну, то есть, общество, оно, естественно, большинство не поддерживает канадцев, ну, вот этих вот, кто восстал, потому что большинство, оно всегда тупое в любой стране. Оно смотрит в зомбоящик и промыто мозгами. Вот я сегодня показал детишек, которые укалывались, посмотрите. Вот это большинство, в принципе, которое что-то узнало о наших идеях и остановилось, а кто-то и нифига и не остановится. Никогда. Здесь в чем проблема? У паразитов остался последний способ. Если вы его видите, это маркер, что это народное восстание. Если людей обвиняют в расизме и в экстремизме, там, как в каком-то, ну, в первую очередь, когда в расизме, это точно наши люди. Потому что, вот, когда меня обвиняют в расизме, у меня нет никакого чувства стыда, потому что чувство стыда, это чувство привитое, то есть, это не врожденное чувство, это именно его воспитывает система, чтобы вы стеснялись своего цвета кожи. Я восхищаюсь африканцами, особенно руководителями стран, которые просто сказали «нет», и теми жителями Африки, которые сказали «нет», «нет», в их быт вмешиваются, они сказали «нет», и все в Африке сейчас нормально. А в Европе, в Канаде нифига не нормально, с таким обществом, ну, далеко не уедешь никуда. И там, конечно же, миллионы людей поддерживают этих людей, но, условно, миллионов 15-20 их просто презирает. Это главная проблема канадского восстания. Делайте перепосты, что вы по этому поводу думаете, тоже пишите. Если вы из Канады, вы можете высказать свое мнение. У меня есть подписчики тоже из Канады, они тоже до конца не уверены, что это народное восстание. Это народное восстание, которое может быть выгодно некоторым высшим силам, которым нужно разрушение логистических цепочек. Но не мы начали эту войну. Не мы. Ее начали те, кто пытается лишить человечества человечности. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова